Одна из девушек, которая с подругами и парнем погибла в квартире Златоуста, была беременна. Она ждала ребенка от молодого человека, которого тоже нашли мертвым в тот день. Пара собиралась пожениться. Он мне вот позвонил радостный и сказал, что вот он отцом станет. Ничего не предвещало беды. До сих пор не верю. Напомним, тела парня и трех девушек нашли 24 ноября в квартире по улице Аносова. По предварительным данным, они отравились газом. Водяная колонка на кухне могла быть подключена кустарным способом. Произошла утечка. В отличие от пропан-бутана, этот газ не имел вкуса и запаха. Но близкие погибших не понимают, как их друзья не почувствовали неладное. Да, это нелепо полностью. Потому что четыре человека, все в разных местах и от газа. Никто даже не заметил ничего. Это ни у кого. Все равно кто-нибудь, да, был бы чувствовал запах. Это все сразу. Газ предположительно дошел и до соседки сверху. Ее тоже нашли мертвой. Погиб и кот, с которым она жила. По предварительным данным органов следствия, возможной причиной смерти является отравление газовой смесью из-за неисправности в работе системы вентиляции газовой колонки, которая использовалась на кухне для нагрева воды. В этой связи прокуратурой с привлечением специалистов государственной жилищной инспекции региона будет проверено соблюдение законодательства при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Еще стало известно про квартиру, в которой нашли возлюбленных и их подруг. Апартаменты были съемными. Там жили три погибших девушки. В тот вечер возлюбленный, одной из них, просто приехал в гости. Хозяина жилплощади тоже установили. Его личность не разглашается. Он ли подключал водяную колонку к газу кустарным способом, как было сказано ранее, неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело, начато расследование.